здравствуйте зрители подписчики моего канала мы сегодня готовим драники вот так вот картошку мы будем тереть сейчас вот я натерла картошку и отжимаем от жидкости вот видите натерла картошку я вот не на это мелкую хотя нужно на эту мелкую тереть но когда на нее трешь получается что эти пальцы натираешь и раны это я натерла немножко вот такую покрупнее вот такая вот нормально мне нравится ты жидкость сейчас мы убираем жидкость видите сколько ее другую тарелочку все уберу на минуту видите сколько у нас здесь у нас отходы корешки которые вот остаются их просто обжарю вот так вот эй как блин съедим ну не выбрасывать видите сколько жидкости вот эта жидкость нам данный момент не нужна вот мы их стыживаем картошка пока очистила картошка уже потемнела вот видите сколько пить их эта жидкость нам не нужна на драниках она не нужна вот вот видите это все жидкость картошки это все крахмал если мы будем их пусть допустим драники вот не отжимая вот так вот картошечку у нас они будут брызгать разные стороны он одни у нас крахмал прям так но это я вылью сейчас чашку смотрите сколько вот здесь мы две картошечки не почистили они нам не нужны сейчас мы перри кинем и и просто-напросто мы подсолим просто посолим так тем временем у нас греется на печке у нас греется сковородка моя любимая сковородочка вот моя любимая сковородочка которая будет нам сейчас видно ее не видно а видно очень хорошо сейчас вот так вот я поставлю вот видно видно как мы будем ее сейчас жарить вот тем временем я добавляю вот соль пиццы соли достаточно и все перемешиваю еще раз руками все больше я сюда ничего не добавляю на сковородке у нас масло растительное оно уже нагрелось и вот берем вот так вот ложкой вот так вот и раскладываем все больше сюда ничего не кладу можно яйцо можно можно муку но муки тут не надо вот можно но я ничего не добавляю добавляю так получается что немножко кривая сковородочка так вам видно видно как мы их жарим да сейчас я возьму лопатку лопатку возьму поменьше и побольше потому что не знаю как у нас получится что мы будем как у нас будет прожарено как у нас будет тарелочку подготовили так ну и что еще не прожаренные да они не должны развалиться со сметанкой их кушать со сметанкой знаете какие вкусные лопатку немножко поворачиваю неровненькая какая то поверхность вот один уже обжарился сейчас можно уменьшить огонь уменьшить огонь второй обжарился страниц обжарился ничего не добавляла видите не яйцо одна соль только вот этой лопаточки достаточно сейчас мы обжарим потом еще добавим я уменьшила огонь видно да видно как я жарю видно можно перчик еще добавить можно лучок тоже натереть на терку я вам говорю можно яйцо можно муки еще и просто одна картошка и соль и все они пышненькие хорошенькие можно еще накрыть крышечкой вот когда вторая сторона вот уменьшили огонь и накрыли крышкой так вот можно еще делать видите вот вот у нас сегодня можно еще можно еще нужно еще немножко продержать но зажаривать не надо так как вот 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 нормальный вот увеличила огонь так как мы будем сейчас масло добавлять масло должно разогреться масло я не видите как я и специально не убрала вот так вот крышечкой приоткрываем и масло льется маленькой струйкой вот она на одну порцию и больше не надо закрываем ставим рядышком также берем из чашки масло нагрелось можно уменьшить сразу огонь видите сколько воды мы высидели вот так вот делаем а еще делается так углубление вот что тоже вода там собиралась и немножко чтобы они были если можно под наклоном можно подложить нож там ложку по чашку эта жидкость уходила уходила чтобы не было сейчас я уменьшу огонь потому что масло сильно разогрелось в сковородках петли на тоже это сейчас уже стали придумывать там лучок морковочку можно можно а в основном бабушка нам делала вот просто вот так они такие вкусные были сметаны хорошие как добавить из-под коровы сделанной с коровьего молока не сметана из-под корови сметана из-под коровьего молока какие были вкусные что-то и готовим еще поменьшу огонь вам видно видно как они шкварчат как они очень вкусные так еще не коврытку переворачиваем немножко комфортно как-то углубление в комфорте такой получаются а сейчас получается что они много много жира кстати берут очень много масла берут поменьшили комфорочку открыть можно крышечкой сегодня мы будем кушать ранники видно сковородку видно и вот здесь вот как видно где они лежат да да конечно не знаю когда это нормально нормально немножко подождем сейчас они пожарятся подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик вы на канале Машенька Машуня черняк сборная солянка вот вторая парфеля готова вот вторая парфеля готова вот мы обжарились да но больше вот маслица наливайте когда перед тем как сейчас мы уменьшили комфортку сейчас увеличим у нас электропечка нет тут еще надо чтобы обжарился до серединка потому что сейчас масло не надо добавлять не так хорошо масло изделие вот видите красавцы и гранички наши хотите побольше делайте хотите вот эту жидкость не убирайте вот они тогда будут вот сейчас сейчас мы уменьшим увеличиваем комфортку вот этот последний у нас обжарился обжарился не надо больше вот сейчас мы добавляем масло смотрите масло так не течет мы его приоткрываем вот оно потекло вот этого количества масла нам хватит на полную мощность комфортку мы опять закладываем вот видите пока она горячая а если жидкость не уберем у нас будет прызгать очень дует брызг где-то нет и брызги везде и кругом крахмала будет жидкость подкарсовки если вы будете добавлять там муку яйцо лук тогда она не не надо убирать эту картошку осмоля здесь я 3 положу потому что масло поменьше с одной стороны есть масло с двух сторон комфорта немножко не надо чтобы не плавали в масле сейчас уменьшаем комфортку все пусть жарится будем сейчас их пробовать приятного аппетита вот видите какие красивые приятного аппетита подписывайтесь на мой канал ставьте лайки с вами Мария